Продолжение следует... 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 Четвертый глаз в этот момент оцелит общую дорожную обстановку. Там же перекрестки бывают на дорогах и все что угодно. Ну и плюс еще, конечно, где-то должен быть пятый глаз с названием «замясти чувствую», что сейчас что-то произойдет. И толстого ведения умеет предвидеть. То есть, я говорю, да, они носят название профессиональных водителей. А профессиональный водитель отличается от личного водителя. Здравствуйте. Тема, что обычный водитель, хороший, не должен попадать в аварии по своим делам, профессиональный водитель не имеет права любить знания и не быть чужим. То есть, должен быть на земной ситуации, должен уметь делать так, чтобы вы не умеете эти годы. Поэтому водитель теоретически все вот это, например, должен ему дать осмотреть. На практике. Ну, по беременности, конечно, получается. Но вот это уже и зависит даже от класса водителя. Когда все успевает делать. Диана. Здравствуйте. Завтра на часовой годах. У меня там парад. Парад трамвай. Вы же винте, вы знаете? Я буду здесь. Смотрите, смотрите, что здесь. На самом деле, так был парад трамваев. После 1615-ти веки вообще открытый трамвай недвижение в Москве. В 1799 году первый трамвай, как говорили, именно у Линии по определенному отчету сбежал по Москве. И, соответственно, в подобном трамвайе, называется «Клонка», мы запрягаем лошадей, вот он первым в параде пройдет, грубо говоря, вот так много находились у нас в травмном депо, маленьком травмном депо. Мы за ним внимательно следим, не надо проводить генеральную эпидемию. Просто только ради этого можно прийти посмотреть, когда лошадей ему впрягают. Особенно приятно посмотреть на то, как тужится лошадь, пытаясь двинуть его с места. Хотя я, в принципе, толкаю его воню без особого напряга. И вот, когда я смотрю лошадей, я думаю, что это лошадь не актерна, хорошая, то они настолько ленивы, что мы как-то без желания в этом и не будем. Только ради этого расстояния, посмотрите. Прямо вы можете потянуть? Конечно. Да. Маленький крошечник. Ну, не то чтобы маленький, то есть вот порядка, наверное, метров шести с половиной в длину, метра два с половиной в высоту, ну, и метра два с лишним ширины. То есть это хорошая лошадь. Может, он не тех лошадь давит, на которых ездит, а на которых запрягает? Нет. Вот по строению тела, я бы сказал, вот так. И этих не запрягать надо. Ездить, наверное, на них будет не очень, но что-то изначально они вот как-то очень сильно напрягались, очень старались, чтобы они хотелось выйти даже. Они в рейс раздевались. Может, на пол? На рейс. Ну, они же все-таки лошади, да, не могут идти в нее вздумываться. У них, на самом деле, скажем так, та сцепка, с которой они связаны с травмой, да, она не жесткая. Именно поэтому вагон, хоть иконка, у него есть тормоза. То есть тормозить должен человек, который стоит на вагоне. Потому что если лошади встали, вагон у них наедет. Он с ними жестко не связан. Поэтому нужно ему вот там впереди, обетелять как ему удобно, обходить какие-то неудобности и на вексе их ничего не смущает. Ну, это не так кашлялась. Нет, вдыхаются, конечно, да. А если морковку подвезти? Я так понимаю, что дальше морковки они не уйдут. Они все достаточно сомненные, да, и я так понимаю, что те, которые будут съездить на паралеконку, они это будут делать уже, наверное, раз, или второй, или третий, если есть, блядь, еще и все генеральные репетиции, то но их лучше, как я выяснил, у них одна всего. Все остальные уже точно знают, что не нужно. Глаза прикрывают. И... На колоках вряд ли получится. Уже больно. Вот. Я, честно говоря, знаете, вот, приехав сюда, плохо еще не знал, о чем мы с нами поговорить. Потому что мне только вот так никто ничего не объяснил, честно говоря, через врачебных рассказей, поэтому у меня просьба, да, если есть вопросы, вы не их задавайте, потому что, честно говоря, для меня, наверное, вот, трамвайный депо, вообще, да, вот, как для главного инженера, это все-таки, ну, как для главного инженера, он стал, почистил зубы, там, унулся, там, оделся, вышел, там, сел в машину, т.д. То есть вот такая же там бомбуденная вещь, да, то есть я даже не знаю, что, грубо говоря, сказать, да, но для меня там он... ну, серый бомбуденный, грубо говоря, скажем так, то есть... я... поэтому иногда задумяю еще, грубо говоря, сказать, вы меня, вот, обрисуйте, что вам интересно? Ну, нам интересны, конечно, какие-нибудь забавные случаи казуса, которые связаны со спецификой работой в трамвайном депо, нам интересны какие-нибудь исторические штуки, ну, есть же в трамвае что-то специфическое, наверняка, да, ну, как бы, они отличаются, там, например, от метрополитета, там, от какого-нибудь, да, от автонцев тралибуса, ну, от тралибуса... Вы можете сдвинуть? Современный погон в одиношку нет. А как же тогда способом выскочить из пути, из там, какого-нибудь, конечно, в канале, вы же, ну, сказали, это потенциальный... Сход, да, безусловно. Говоря, в современной промой, да, есть порядка 15-16 тонн, но те, которые мы сейчас увидим, на улицах. Ну, в зависимости от модификации, да, от 16 до 18, скажем так, то есть, одному уже в него потянут, честно говоря, учитывая то, что это трамвай, да, у него не 4 колеса, а у машины в 2 раза больше, и сцепление здоровья у него, соответственно, чуть поболее, чем, соответственно, сил на 3, и он будет лучше. Вот, сил мне не хватит, я сейчас могу сказать, неоднократно пытался, иногда мне даже казалось, что получается, но это просто от принадлежения, видимо, только чинового благословения. А у вас развлечение о таком? А? Знаете, оно развлечение, из-за чего оно? Возникает периодически, честно говоря, в депо водителя, не только в депо вообще наведите. Почему он должен сам разваливать контактную сеть? Есть такая вещь, это изолятор. То есть, контактная сеть, провода, которая идет, то, что вы видите, да, он не идет на всю контактную сеть, один такой длинный провод. Хотя бы потому, что с электрической точки зрения, да, это как-то очень неразумно будет. В одну проводу длину, у него очень большое сопротивление, соответственно, очень большое падение напряжения, и трамвай куски хватит питания. Вот, поэтому вся сеть, она поделена на определенные секции, куски. И между вот этими кусками есть, так называемые, вставки изоляторы. То есть, куски из керамики, как правило, на которых нет напряжения. Длиной они порядка метр двадцать. Если трамвай остановится только приемником в капрасной изоляторе, все. Никуда он больше не поедет. В депозже этих изоляторов тоже хватает. И, допустим, довольно частая ситуация, в такой изоляторе находится именно, вот есть ремонтный цех, и Василий, допустим, загоняет в вагон, в ремонтный цех, как будто на другом. Пока он приезжает сквозь ворота, он должен это делать, это вообще не минимально сквозь, потому что, не дай Бог, прямо справа, слева там выйдет, обязательно со звонком он приезжает. И бывает то, что не рассчитает, то есть у человека станет под изолятором, который находится как раз на езде. И сидит с виноватным видом, и снутри. Ну, наверное, вот. Особо отличающийся бывали дважды с виноватным видом, да, и, грубо говоря, наверно, нужно лампу не толкать. Ну, толкать. Да, в результате очень верно. Причем, зачастую бывает ситуация. Честно, надо сказать, сам ее видел раз в три, участвовал раза в два. Дополнительно к тем, кто лежит. Примерно можно не заброситься, грубо говоря, шесть человек толкает в одну сторону, еще два в другую, с противоположной стороны. То есть, кто-то должен по-хорошему тянуть трамвай, а кто-то толкает. Да, в результате толкают все. В разные стороны. Вот это называется перетягивание каната. А вы сейчас стоите, сейчас смотрите, а вы знаете, что это впечатление. Да. Говорят, что вряд ли получится как консиленную фарку сжать. Вот, спасибо. И, что это усилие, напрасно. Но, честно, могу сказать, что это, в принципе, даже так, вот, вес трамвая, основной константом, достаточно велик, что у нас только какого-то перемесия, как шестер, к двум, трамвай просто стоит на месте. То есть, те шестеры, они могли скинуть вообще, если двое их препятствует. Но, все-таки, слишком большая масса, большое сопротивление. Поэтому, грубо говоря, вот таких вот прикольных историй, понимаете, прикольные, они бывают, опять же, да, специфика сказывается. То есть, грустная история, да, смешная, смеяться. Но, чтобы мне объяснить, что смешно в ней было, это часа на два, мне надо вот объяснять, как оно что работает, почему оно было смешным, и кто же будет стать особо-то великим. Наверное. А так, грубо говоря, обычных рассказывающих человек сидит, смотрит. Ничего. Ну, ничего, в принципе. Кто-то все, что я хотел сказать, да? Еще раз сам, смирюсь, не дай за что-то окажется. И каких изоляторов, во-первых всего, тока провода, через весь год несколько штук, раз на один? Ну, как, несколько, сотни. 100 тысяч миллионов. 100 тысяч миллионов, да, не меньше. И трамвай, когда ты должен разгонять, трамвай, кто-то видит изолятор? Ну, то есть, грубо говоря, на современных вагонах вы можете это видеть, особенно если вагон, ну, в современных вагонах, да, допустим, если вагон достаточно, скажем так, в возрасте, всей самой современной системы проблем, да, вот зачетую его, если ездите, он там, да, он едет и едет, в какой-то момент, да, особенно если вот, зима, то есть, слышно, у него печи работают, гудя, как, у него чуть-чуть выдыхает свет, замолкают печи, буквально на долю секунды, и опять, уже это все возвращается, вот этот вот проехал изолятор. В этот момент у него пропало высокое напряжение, тяга, у него, наверное, не двигатели натягивания работали, ничего, печи, соответственно, встали, и так далее. Значит, какие промежутки у него изоляторные? Ну, на самом деле, промежутки достаточно длинные, то есть, метров, наверное, ну, если брать город, то, ну, примерно километров с лишним, наверное, не знаю, если брать территорию, допустим, там у самого Депо, то они там встречаются буквально каждый день, ну, 100, и уже есть какой-то изолятор. А они как-то маркируются? Нет, их видно, их видно, да, просто, но он явно отличается, да, то есть, грубо говоря, просто провод висит какой-то, да, а то провод еще и лапа на нем такая, то есть, ну, его невозможно не увидеть, про него можно забыть и встать по ним, это да, потому что, грубо говоря, через какой-то момент он теряется у водителя зрение, да, из-за крыльчатки нормальной, и он по нему забывал, потому что он изъехал, при этом нормальной использовании, да, и... А в любом случае, когда трава расставалась, то есть, я... толканье пассажира? Его не толканье пассажира все-таки, подъезжает в следующий трамвай, усаживает своих пассажиров, берет в сцепку, так называемую, и, по-моему, в желудоке какой-то мафик, и сцепляется все-таки. И второе стояло, так называемое, Ну, типа, кстати, такой и тот, что по-моему, вот, но в тот момент, все-таки, замятка, они не находятся настолько близко друг к другу, да, то есть, в том моменте, он же держит и тыщет, в том моменте, когда они уже вот так, можно встать. А под током всегда упирается в прорубь, или может упасть, когда нет тока? Какую ли тречку, например? Ну, у них ничего тоже не падает, а потому что нет тока, я здесь могу сказать, да, то есть, не то чтобы нет тока, ток, вообще, надо, понимаете, нет напряжения. Грубо говоря, ток это что такое? Если где-то есть напряжение, есть земля, и между ними появился проводник, ток появится автоматически. Грубо говоря. Почему всегда, вот здесь есть наградка такая, почему всегда движут на счет автоза, высокое напряжение. Почему не пишут большие силы тока? Почему, если начинает углеваривать ток, почему пишут высокое напряжение? Кто из них опасен и зачем он это? Но в основном надо понимать, что силы тока регулируют просто сопротивление. Напряжение может быть таким образом. Соответственно, регулировать сопротивление ток можно сделать тоже таким образом. Не другое напряжение. Поэтому работа Павл-Турёфа, его, мы говорим, прикосновение, контактность идти в одноречном напряжении не зависит вообще никаким образом. Это чисто механическое устройство, оно может подниматься либо за счет своей кинематики. Он сделан именно таким образом, что, грубо говоря, обычный, если он не так, Павл-Турёф. Почему называется Павл-Турёф? Павл-Турёф – это фамилия того человека, который его придумал. Вот именно такую форму. Но и его фамилии, как у нас часто называют, Пайкерсон, Ксерокс, то же самое. У меня Ксерокс марки Кэннон. Очень здорово, но все-таки у нас кооперовальный аппарат или принтер марки Кэннон. Ну, никак. Не Ксерокс. И то же самое стало с Павл-Турёфом, как мы говорим. Ну, не Павл-Турёфом. Это так и приемно. Он, соответственно, сконструировал так, что водительский мотор с крючками, который сложно лежит на крыше, он на крыше лежит на счет того, что он отстепился за крючок специальный. Крючок имеет, скажем так, систему, не то же систему. Работает как противовес. То есть, грубо говоря, когда водитель берет у себя в вагоне в кабине веревочку, он тянет ее сначала на себя. Только приемник просаживается еще вниз, освобождает крючок. У крючка есть противовес, который смещает его в сторону. И водитель после этого опускает веревку. Павл-Турёф сам на себе, по своей властной кинематике просто поднимается наверх и убирается в провод. Такого, что он вдруг, если он не достанет до провода в этот момент, это является техническим браком. То есть, не должно такого быть. Во всем пределе, в котором может варьироваться вот эта вот высота крючкового провода, поток должен всегда доставать. И более того, он сконструирует таким образом, чтобы вот в этом пределе, пределом может колебаться в пределах метра-полутора, у него одинаковое давление на контактный провод. Оно ни больше, ни меньше. Оно именно такое. И вот, грубо говоря, сам ток приемник нужен для того, чтобы обеспечить протекание тока на воду. И он на личном движении не зависит ни как его, на основном. Упасть он, безусловно, может. Но просто так упадает. И его потом сам же кондуктор с ту же гребочку взяли? Да. Ну, грубо говоря, они опять же есть, да, разные какие-то. Есть электроприводы. То есть, нажал на кнопочку, и он сложился лег. Но таких современных вагон, которые вы видите, прохажут, да, их очень мало. В основном, вот так. Причем, да, зачастую, вот особенно, когда мороз приходит водитель, есть какой-нибудь нюанс, он не может снять, называется, не смог снять панкоров с крючка. То есть, когда замерзает смазка в шарнирах, водитель на этой веревке повисает и висит, раскачивается. А продавить его хотя бы чуть-чуть вниз не может. И надо признаться, что я вот, допустим, на выпуски морозы. У нас часто, мы часто выходим именно именно до руководства филиала, а кто-то находится на выпуск, чтобы обеспечить работу, чтобы грубо говоря. И следствия на выпуске не халявили, помогали водителям, если у них какая-то заявка. Вообще организовывать проработал депо. Иногда один сессор куда-то убежал, второй сессор убежал, мастер убежал, куда-то там, кто нужен? Поскольку много человек в подобной душе. И надо признать, будет случай, когда я, грубо говоря, я еще сто килограмм, ну и мало того, что я вис, я еще и усилия при этом прикладываю, тяну, чтобы его вот сдвинуть вниз хотя бы чуть-чуть. Тебе подбить, конечно, все, боится, что это надо. Но это уже с гарантией, я вот так же сказал, это по пять площадь человек. В принципе, в принципе, можно особо, скажем так, привинившись, сразу вешать для пантовыша. Чтобы водить двое желудок, если он не надавился, а он уже пошел нормально. Но пока мы к этому не дошли, пока у нас просто массовые расстрелы где-нибудь на людских местах. Что вы себе делали в то, чтобы провиниться? Ну, провинившись и дошли. О, вот тут вот у них защита, они делают все. У нее четыре части, чего у нас сегодня не делают для того, чтобы провиниться. То есть, такой яркий пример бывает. Наверное, у всех. Любых против. Будет все. Все отмечают на работе. Но у нас тут оказывается. Да. Да. Ну, а у нас техника, у нас станки. Против, если вдруг кто-то что-то все-таки решил позволить, правила подшельника этого человека заканчивались. То есть, как правило, увольнением. В лучшем случае, если человек ценный сотрудник, ну и просто, как мы говорим, вопутал. Если вот слегка. Как он говорит, это был не я. Я не знаю, что меня нашло. Я... У нас еще некий, как он говорит, конечно. Залетает. Но все, я думаю, как раз и знаете, да, такую систему. Человек у нас, кто таким образом оказывается виновным, он всегда знает, вот поскольку ему встает каждый его платок на работе. Потому что, грубо говоря, когда он залетает на 100% премии, да, премия – это, ну, 20% его плана. Это полпредель. И есть у нас такое понятие здесь вот так, как 13-й зарплат. Грубо говоря, когда это приятель подсчитывает в итоге года, если оказалось, что вы план выполнили, дается та самая 13-й зарплата. Да, это очень неплохо. Прироботы от человека, попавшийся, грубо говоря, на алкоголе, лишается его автоматически. То есть, зачастую, иногда, если посчитать, то есть, суммарно, говорю с человеком, послушай, где ты посмотри на эту бутылку, когда я еще в руках дам бутылку за 50 тысяч рублей. Да, я тут гляну, взгляну ты на нее. Поэтому, бывает такое. Бывает, честно говоря, у нас все-таки рабочий класс, которому объяснить, что будет теперь можно только в определенном местах, где вообще закон много вышел. Достаточно премьератичный. Ну, для примера, опять же. В определенные места дезервации мы все-таки его загнали. Но, несмотря на то, что, вот, закон, грубо говоря, курить в общественных местах запрещено, да, а церковь, как бы, это место, где все находится, все равно там есть курил. Потому что рабочие у нас есть курил, если плохие. Хочет курить, пожалуйста. Но хотя бы в определенных местах. Могут просто, ну, говоря простым языком, накосорезать. То есть, я приду на работу, распечатываю себе заявки на вагоны за последние дня, два. И начинаю смотреть. И тут вижу, что у меня один тот же вагон, два дня подряд, но и ту же заявку. Я просто стою в цех, и начинаю разбираться. И кто же с первого раза не сумел? И в чем причина? То ли руки кривые, то ли голова подвела, то ли, как обычно на земле, никто не народ. То есть оно само-то получилось, и вины здесь ничьи нет. Это что называется производственный брак. Он бывает изощренный многих видов, да, то есть, как бы, вот, как бы говоря, сравнительную такую заявку – это не единственный способ. Бывает, человек отлынет от работы. Просто на просто. Причем, выглядит это достаточно смешно, поскольку люди у нас в основном так зрелые работают. Молодежь редко когда отлынивает. В зрелом возрасте уже почему-то приходит. Это понимание жизни, что только жизнь тут не спешит, и можно ничего не делать. Вот, когда взрослый мужик, скажем так, лет сорок-пяти, начинает абсолютно детские отмазки придумывать, почему, мол, данный момент находится. То есть, не новогодний, где должен, да, а на сорт, что лежит с жезлом, не спимом, грубо говоря, да, это не моя рука спима. Жезлом, не я поставил. И вот тут начинается наиболее глупый отмазок, в общем, я видел только один раз по телевизору, когда шел сюжет про Лену и бегалки. Мы вот остановили какую-то русалку по 4-й раз, который там заборачивался через зону сплошную. Вылез суровый дядька, который двигался в верение майора полиции. Он смотрит, поверяет его фальширю, естественно, и спрашивает, откуда он у вас? Он говорит, друзья, я подарю мне недождение. А у вас знаешь, оно фальшиво? Нет. Слушай, ты не знаешь, манер по полиции или нет, другу говоря, да? Если ты манер по полиции, то оно, наверное, постоящее. Если ты не манер по полиции, то оно фальшиво. И вот когда он, грубо говоря, вот этот суровый мужик из Крузака, а то, ты что, будучи такой крутой, просто так вот детский лепить просто несет. А вот, частенько наблюдается, честно вам сказать, то есть Кьюли в данном случае не менялись на абсолютно поводов, и вот так, вариантов царизм, их очень много. А что, другим, вот раздача вот такой является вашей обязанностью на профессии? Главное – джиннику. Ну, на самом деле, опять же могу сказать, да, наверное, мне лечили физически не является моей обязанностью на предприятии. То есть, как говорят, главный ученик, да, если, допустим, не все знают, да, главный ученик – это второй лиц от предприятия. То есть, директор и первый его зам, второй лиц от предприятия, и главный ученик – это я. Вот, с директором у нас поэтому кабинеты находятся друг на друга, секретариат, с одной стороны руками, с другой стороны мой кабинет. Вот, ну, если так, к сожалению, один, поэтому я не знаю, честно могу сказать. И юзай, мы его активно, я в хорошем плане, кстати, его, в смысле этого слова, в том, что там не понял, то есть, гоняем верную девушку и просто уберем, опять же. Вот. Соответственно, круг обязанностей. И, ну, как сказать, мы, в целом, практически весь. То есть, по родным деятельностям мне приходится заниматься не только, да, вот, грубо говоря, инженерными какими-то коммуникациями, да, это и системы вентиляции, и электрооборудования, и содержание всех станков, и содержание лифтов. То есть, все технологические оборудования – это мои. Станки, подъемники, какие-нибудь там электрокары, опять же, те же самые лифты и так далее. Это все вот то, что технология обходит в технологическом оборудовании, учитывается, посреди главного инженера. Соответственно, весь техотдел, то есть, все технологии, вся технология ремонта, все технологические процессы, разработка новой технологии, поддержание старой технологии – это, опять же, все мое. Но на практике, грубо говоря, и эксплуатация, то есть, разборки с водителями там, кто, где виноват, в какой ситуации появился себя неправильно, что нам нужно поменять, чтобы там, избежать каких-то постоянных нарушений – это также мое. Так же, как и ремонтная служба. То есть, есть, потому что я зам директора города, ему тут лежу в состав, но с главным инженером – это, опять же, никто не снимал. Как главный столк предприятия, он, обязательно зайдет следить. То есть, я, наверное, не назову сейчас такой поздней одной сферы бизнеса, куда бы я, честно говоря, свой нос не засунул. А внедрение новой технологии – это, чего, что там в трамвае такое новое появилось в последнее время? Ну, я честно могу сказать, да, вот, если посмотреть трамвай, наверное, вы все знаете, трамвай такой, вот, как его, в форме, я не знаю, в виде подготовки, в основном и фарме впереди. Это называется Татра. Вот, Татра, он был безначально 40 лет назад. Вот, Татра как Татра, то есть Т-3 обороны, их осталось, допустим, в красной плесне всего семь штук, и это единственная Т-3, которая остается. То есть, в одном партнапрестском трамвайном депо, в данного года имеют, например, четыре вида современного электронного тягового оборудования. То есть, если вы смотрите на улице, вам кажется, что видит один и тот же трамвай. На самом деле, это не так. Они все прошли модернизацию, и все поменяли у себя тяговый привод. Причем, опять же, он есть корчешского происхождения, венгерского происхождения, есть нашего происхождения, питерская фирма ЭПРО делает тяговое оборудование. Вот, грубо говоря, осваивание вот этого тягового привода, в любом случае, тестирование проходит на живых вагонах. Как правило, частой испытательной площадкой является Портопрестский трамвайный депо. Так привелось почему-то с самого начала, именно потому, что мы самый технологически навороченный депо. Ну, силу новизны. Того, что мы, как всего 12 лет назад переехали на новое место, да, и под этот жемок, куда, естественно, напихали же всего самого современного вагона. Вот, поэтому все испытания зачастую именно сваливаются на все новых вагоны, которые через нас. То есть, вот, те вагоны, которые вы сейчас видите на улице, грубо говоря, есть и оранжевые, там такие вот вагончики, достаточно современные. То есть, Катарский трамвай завод делает. Есть красно-белые, битерские вагоны. Опять же, все они в первую очередь проходили испытания у нас. Они оценили у нас порядка трех-четырых признаков. Прошли определенные доработки. И после этого, вот так, грубо говоря, они уже распределены в другие депо. Десять раз и внесут свою службу. Но, правоначально, две времена у нас. И постоянно разбираться с этим. Постоянно что-либо модернизировать, что-либо улучшать. Ну, без этого никак. А испытания у вас там? Какой-то тренажерный зал для трамваев? Или они всегда идут на маршрут и потом просто проверяют, что улучшилось в основном? Ну, тренажерный зал, как говоря, у них в первую очередь на зарубе. Ну, там идет тренажерный зал. То есть, я думаю, прям отдельно каждый кусок, можно потестировать. Хочешь, берешь там тягиво оборудование, хочешь, берешь колесную пару, хочешь, берешь тележку. Вот у нас что-то стоит вагон, это зацепь тележек. Их две штуки у каждого вагона. В каждой тележке берет колесную пару. Вот. Можно тележку целиком. Можно кузов тестировать. И, в конце концов, современные тесты, на самом деле, да, это достаточно сложная, я не знаю, волная, достаточно скучная методика. То есть, кузов можно проверять на жесткость, на кручение, да. Было удобно каким-то образом его проверять, но частоту собственных колебаний, никаких частотах уходит резонанс и делать так, чтобы, грубо говоря, строить кузов, чтобы та частота, которая идет от вибрации того, что она плотна, никогда не совпадала с внутренней частотой самого кузова. То есть, не усиливалась эта вибрация. И это, в принципе, влияет на комфор кузов. И таких вот стендов, назову, их очень много. Соответственно, вагон собирается там, обкаркывается, по большому счету, тоже там. А у нас уже, грубо говоря, в него вылезают нюансы эксплуатации. А, все-таки выпускаете в рейс его? Мы не выпускаем его в рейс. То есть, пока вагон не пройдет сертификацию, он не может ездить с посолом, как это запрещено. Но если вагон не будет идти не одобрен, как мы можем посадить туда людей и пустить его на рейд? Мы, естественно, коментами не сделаем. Поэтому сначала он бегает, устраняется это замечание, поскольку зачастую производитель даже не знает, не знает. Но, скажем так, реальная условия эксплуатации. Вот были у нас, допустим, один вагон длиной порядка, наверное, 30 метров. Он у нас до сих пор на территории просто стоит. Мы про него всегда говорили. Если его выпустили на линиях зимой, то у нас есть, так называемый излишний вагон, если бы очиститель, то их можно на линии больше не выпускать. Потому что он соберет там все, что можно. То есть, после него можно пускать трамвай, и он как по автобану поедет. Но на самом-то трамвай, естественно, от этого страдал. Не знаю, что он низкий, и он все соберет. Он низкий был, да, и по шее обычного вагона, то есть, грубо говоря, даже в области поочиститель, с тех очиститель. С тех очиститель. С тех очиститель пробежит, прочистит, а этот идет и с уроком все стости за ним. Потому что тот, скажем, не дочистил дали его чуть-чуть. Вот то же самое касается контакта из сети, потому что оборудование, тяга и областация, которые находятся в Москве, они не сильно, скажем так, оснащены на саму целевую оборудование, да. То есть, регулируют напряжение в сети. Бывают и выбросы напряжения, когда оно поднимается. Бывают, наоборот, просадные напряжения. И необходимость тогда скреживать, как он будет на это еду. То есть, какой наоборот у него сработает защита, сработает она вообще. И как из этой защиты у вас бывает отологический у вас, что надо перезапускать потом. Бывало такое, что у нас у нас не так, но в любом случае электронные тяга на оборудовании, именно электронные тяга на оборудовании, потому что они внутри будут эти смыслы, которые все это как-то смысл. Какой двигатель чем занимается, какая конечно пара как крутится, кто из них начинает ей облажать и что же для этого нужно сделать, чтобы устранить это. Потому что вы у всех как-то знаете, где же пробок созданы. Ну, на машинах у него нет, у вас есть. Есть еще антиблокировочная система по названию APS. Так вот на вагоне есть то же самое. У него есть как антиблокировочная система, так и антиблокировочная система. Но если машина, грубо говоря, опирается на частоту вращения колес, то у него просто на частоту вращения тяга. Которая меняется зависит от того, какая конечно пара, какая крутится. Так же регулирует ток на данном двигателе и устраняет вот такие вот нюансы. То есть по современной тягой электронике на самом деле, да, трамвай, машину, я вам сказал, так существенно. Поэтому есть чего сломать, есть чего отладить. Как видал у нас люди на линии простояне два часа. Тестировали трамвай, остались ночью на линии одни. Ну и соответственно напряжение на линии поднялось. Других трамваев нет, других потребителей этого напряжения нет, оно поднялось высоко. Ну и у них трамвай ушел, грубо говоря, в отказ. Слишком высокое напряжение, он оберегает свою вакуру и отказался запускаться. Но, грубо говоря, вот они как-то смотрели, они столкнулись с тем, что у нас напряжение бывает иногда. А во-вторых, задумки с другими. Оказалось, что у них трамвай, когда слишком высокое напряжение на сети, бог к тому, что он не идет, просто он никуда не будет. Но он не позволяет включить управление и соответственно включить обогрев салон. Что позволяет любой наш трамвай, который в самый старый ходит, он может не пойти. Да, он будет оберегать свою тяги электронику, он просто не пойдет. Но включиться и обогреть салон, он позволит. То есть, у него забрать не пробовать сердечку, да? Да. То есть, грубо говоря, обогрев салон не настолько принципиально. Не буду вдаваться в электрическую схему, почему это так? Ну, не очень так. Сколько там движений? Семсот или семсот? Без разницы. Вот. Поэтому, пожалуйста, стоит рейтинг. По крайней мере, не замерзешь, не умешь от пола. Вот. А два часа они простояли, и на улице была такая декоратура, что у них салоне еще в утро стало порядка минус трех, что они там задумели достаточно сильно, да? Люди еще нарублялись, но зато заблудились. Вот такие нюансы они как раз и не учитывают. И для этого есть воспитание реальных скорых. Мы с вами быстро что-то покажем. Испособность пробовать. Плюс реальные испытания, они всегда гибли на какой-то пробеж. Не все недостатки трамвая можно выявить сразу. То есть собрали его, да? О, смотрите, косяк. Не все. У вас что нужно про них бежать? Тысячу километров. Две, три, десять, пятнадцать тысяч километров нужно пробежать, чтобы понять, что вот это вот структивный недостаток. Вот здесь надо что-то переделывать, а вот этого вообще отказаться. Ну, а что касается песка, из него уже ждет никуда. И все современные травы, даже все вот суперсовременные, те, которые скоро будут выйти на городе в городе в Москве, они все имеют песок. Все имеют песок. Да, у водителей есть кнопочка, на который он может ногами посыпать себе песка. Да, он может бросить педаль безопасности, так называемая, которая всегда есть. И в этот момент вагон автоматически накладывает древесовый тормоз, автоматически включается колонечный тормоз, и да, на себе песок нажимает, себе под колеса, чтобы уйти от блокировки и обеспечить себе повышенное сцепление. Поэтому от этого мы не уйдем никуда. Но машины, кстати, эта такая система не помешала. Кто ездит зимой, поймешь, что иногда вот едешь, в педаль очень хорошо лупит АБС, машина домой налетит и дальше, я думаю, песочек начать. На вот этом витке. И это было бы весьма не лишним и неплохо. Поэтому система дам бы ее, понимаете, как как будто на харизме, да, что пора избавляться. Наоборот, наоборот, я бы сказал. Поэтому для трамвая система просто незаменимая. Ну, все себе. А супер новый трамвай, но сейчас, я думаю, будет усить, или департамент транспорта все-таки заключил контракт на поставку 120 новых низкопольных трамвайных вагонов. Вот сегодня к нам в департамент приезжал для построек Сергей Сайдалин, который был посмотрел эти вагоны. У нас в департаменте уже три штуки. Сейчас они пройдут трехмесячные испытания. После чего, я думаю, будет допущена эксплуатация на 90 пассажиров. И до конца года планируется поставка еще 66. И плюс еще 50 в первом портале 2015 года. То есть, скоро на дорогах северо-западного и северо-округов. Милости просим, пожалуйста. Надеюсь, все у вас порадоваться. Ну, не много, то есть, не слово по-моему. И первое, это, как здесь, вот это трамвай, да, где они хранятся, потому что у нас там музей. И второе, это трамвай, это новый, да, и выше того года. А второе, они просто тут резервятся, они где-то сладеются, куда-нибудь из-за трамвай. Ну, надо признать, по первому вопросу, есть музей наземного конспорта в структуре Мосгортранса, но площадь у него небольшая, поэтому все вот вот ретро-техники, которые будут участвовать, да, она распределена по филиалу. Вот у нас, например, хранится полная, вот та, которая будет первой, слышали, да. То есть каждый филиал отвечает за вот эти вот трамвай, за поддержание их технических справочных состояний, за внешний вид, за внутренний вид, за указы, чтобы не менее ничего не портилось. А все, что портится, быстро устанавливается. А филиалы, это различные депо, да? Да, различные депо, ну, если говорить про трамвай, различные депо, да, ведь я про тролирус автобус в различные парки, да, пожалуй, пустые автобусы, позвонились. Что касается… Скидок, второй автобус будет… Куда делается… Куда делается? Там, скидка… Да, куда делается старое, новое. Молчат, в новую, там, почти сто штук. Куда делаются устаревшие? Делаются, да, и их может они останутся. Медаломы, или несколько? Их инсталируют в новую. Что это значит? То есть, он тут серьезно поверил. Да, они остались, что спозируют, точнее всего, обратно. Безерный филоск, инженер-секционный, дископольный. Вот. Да нет, на самом деле, все очень просто, да, то есть, понятное дело, они будут приходить, если к нам в тупой, это 120 штук, то 120 штук, других вагонов у нас и заберут. Естественно, их распределят в другим депо. В первую очередь, да, потому что, все-таки, обновление подвижного состава, это весьма, я бы сказал, вот так бы, деньгоемкое занятие. То есть, вот если брать вот этот вот контракт, 120 штук, да, это контракт по москопланию бериалов. То есть, постоянно вкладывают такие деньги, да. То есть, всего, на данный момент, в Москве во всех пяти депо находится порядка 980 штук. Но, представьте, если 120 из них стоит какой-то москопланию бериалов, да, сколько стоит обновить, допустим, ну, 600 из них. А у вас сколько депо там? Ну, на данный момент у меня 219 единиц подвижного состава. Ага. Каждый день, вот, скажем, на бресток трамвого депо на линии выходит 174 измена. Ну, 219, значит, с этими, там, снежками, с этими брусилами. Нет. Это считается, как бы, спецтехникой. Они не учились в этом количестве. Они будут дополнительные. Плюс еще 17 в одном спецтехнике. А сколько человек обслуживает ее из этих пар? Ну, обслуживает в каком смысле? Ремонт, знаете? Ну, хотя бы, да. Ну, если брать, если вы поняли, у нас до сих пор, да, сохранилась у государственных предприятий, называется квалифицированный ремонтный рабочий. То есть это тот, кто, посреди руками работает. Ну, 500. Вот. Их 130 – ничего. Водителей – 400. 400. Да. То есть из 830 работников, посреди с работой, 400 – это водителей. 130. 130 – это ремонт зоны. Все остальное и все остальное. А как вам в парк трамваи вообще попадают? На поездах не смогут их сбрасывать? Я каждый раз их ухожу, смотрю, попа. Монтегин стоит. Да. И спокойно идут дальше. Ну, на самом деле, смотря откуда они попадают. Ну, а откуда попадают? А вот сграничные. Или же, скорее, гранические. Возле там должны как-то по частям привозить? Ну, нет. Такие, как гранические, допустим, те же самые польские, вот, новые вагоны, которые будут, их грузят на специальный трейлер и везут. А если потом они грузят? Да. Ну, грубо говоря, вообще то, что новые вагоны они вообще вот 26 метров. Два вагона в этом трейлере, я боюсь, не потянет никто. Поэтому их грузят, привозят, сгружают у нас трейлеры. Вот у нас именно. А депо, ну, пути, они у каждого депо свои или из депо в депо трамвай может приехать по городским путям трамваями, они пересекают? Безусловно, они пересекают все, кроме нашего. Поэтому наше депо, общественное руководство любит называть это слово «остров». То есть все пути, которые это, поскольку они связаны, причем не только депо, это и все трава чрезмертных завод, как и в Сокольниках, есть обонаремонтный завод, есть на… рядом… ну, что вы понимаете, совсем не реклазбургский, есть трава на ремонтный завод, то же самое. Связан путями абсолютно со себе депо. Но наше, поскольку устроилось много, фактически охватывалось много района, вот таким вот образом оно стало отрезано от всех. А, так, то, которое с оборудово? С оборудово. С оборудово. С оборудово. С оборудово. Прямо вот на противоположной стороне Москвы, да. В районе Каширки, насколько я помню. Вот, мы все-таки находимся вот сверху, если смотреть на карту Москвы, да, мы отрезаны от всех, причем сейчас соединить нас с остальными, скажем так, линиями – это достаточно проблематично. Делать, и насколько я знаю, придется делать течение причащих трех, наверное, но тяжко. А как же выставить конкур на парад в этой сети? Вот, для этого в составе есть филиал, который называется «Специализированная автобаза», которые приезжают, грузят конку на специальный трейлер и отвозят его в другой филиал, где его загружают, и оттуда уже, соответственно, конкур спокойно едет по общим путям. В районе перевозят, так же, как и вы, тут едини, которые дают грузы. То есть, приезжает специально обученная машина, грузит его и выезжает. И здесь, там, в плане страва и вместо того, что это делается – сопровождение, которая этой глини, приходится запрашивать сопровождение, и вношное время. То есть, в нем никто не даст разрешение, где его станут англеры. Ну, честно говоря, если у вас здесь есть промо от HTC, я вам показал пару фоток, не проблема абсолютно. Ну, да, то есть, ну, не сказал, что прям мощность и эффектная, но необычно смотрится, да. То есть, смотришь, вроде бы, одна такая техника, вторую такую технику привозить не должна. Это все равно, что, грубо говоря, как самолет какому-нибудь в прицепе. Ну, ну, пускай летит, грубо говоря, чего его таскать туда? Ну, так же и трава, да, он же сам может ехать. В чем проблема-то? А если его сделать как то же самое, несколько длиннее метро в Париже, которое сделали на резиновом ходу, и также, я сейчас, к сожалению, не вспомнил город, есть трамвай на резиновом ходу, после резиновых колесок. Но при этом трамвай. Загонит Сибирь. Какой-то, как, по-моему, по Франции тоже. Но даже они, грубо говоря, если брать вот именно этот трамвай, пока, как я знаю, не смогли решить проблему с коленостями. То есть, даже с их, нельзя. Даже их дороги, их асфальт, да, как мы привыкли их уронить. Дороги за ГРС, как говорят, наши, но вот даже их технологии, когда вот этот трамвай, если мы ходим в береге постоянно в одном и тому же он очень быстро накатывает келью, что не очень хорошо. Ну, а в реабостройстве, в общем, плохо. Всем причем. Всем причем, да. Поэтому у нас пока, грубо говоря, мало применимо. Я думаю, у нас он накатает месяца за два. Причем так, чтобы духом будет там цепляться. Даже сейчас, в принципе, он цепляет редакторально. Бывает, да, когда после весны… Там будет рейс дорогой. Да, нет, конечно. Рейсы в дорогу не вдавят, но, бывает, допустим, трамвайные рейсы оправляются плитами. Да, бывает, где-то протечет вода. Допустим, осенью все это зимой замерзнет, плиты начинают подниматься. Потихонечку, да, поднимаются, поднимаются, и трамвай начинает редакторами уже бить. Естественно, тогда делается заявка. Ну, как ее предваритель, да, саду. Можете определить. Он, грубо говоря, мы на ту вагон, залезаем на вагон, а у него вся нижняя часть электроорока прям блестит. Стесанная просто-напросто. И вот тогда начинаем выяснять, как думаешь, вот тут. Ага, да, где в основном он использует. Начинаем изучать там путь и так далее. Программа, а входим место, уже даем заявку. Соответственно. Ага. Слышал. Бывает это правда или неправда проблема, что только приемник? Вы и дарите себе тоже клядю, если он берет все время по маршруте? Здесь проблема не в маршруте именно. По-моему, он может ходить сколько угодно. То есть, у контактной сети есть такое понятие, как зигзаг. То есть, она никогда не идет, естественно, прямо. Если посмотрите, да, даже прямой провод ска идет вот таким вот образом. Сделано это для того, чтобы как раз вот износ контактной ставки, он был равномерный по ее поверхности. Контактная ставка сделана из обемения, провод сделан из мини. Поэтому, когда они ездят, в большей степени, естественно, стирается ли контактная ставка. Ее бы менять гораздо легче, чем менять пробу потом. Вот. Бывают случаи, когда либо из-за того, что контактная сеть плохо отрегулирована, либо из-за какого-либо приемника самого, у него вот этот вот зигзаг, он сужается. И тогда, грубо говоря, вот в крайних точках вот этих вот траекторий, образуется, как нам говорили, ступенчатый износ. То есть, грубо говоря, он себе определил аккуратненько какой-либо диапазон. И по краям диапазона идет ступенька. Ступенька это опасно тем, что, когда, грубо говоря, он заходит какую-либо кривую в поворот, провод начинает, пытается из этого диапазона вылезти и упирается в эту ступень. Когда он не упирается, оно начинает его тянуть. И тут уже вопрос, кто сломается прямо? Либо ляжет патограф, либо контактную сеть. Патограф проектируется таким образом, что, по хорошему веру, падать должно. Отбульсировать потом вагон, не поменять патограф, легче, чем устанавливать контактную сеть. Но, как показывает практика, иногда патограф решает дорого продать свою жизнь. И вместе с собой забирает еще и пару десятков метров контактную сеть не дает. И вот тогда трава останавливается. Приезжает служба наркохозяйства. Приезжает представитель депо. Начинается массовая трава стенки на стенках. Кто же был в этом виноват? Служба наркохозяйства пользуется тем, что им в первом учреждении надо восстановить все и пустить вагоны. И греча разберешься. Все отремонтировали. Все пустили. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь справа. Вы же уже отремонтировали. Все, что вам нужно? За что посмотреть? Логично. Логично просто. Логично просто. Логично просто. Да, поэтому просто вот таким вот образом. Ну, а контактная ставка – это вообще притча ему языкцев. То есть, в контакте ставки вообще, если ее досмотреть, на нее внутри еще есть специально пиленный жалобак. И в этих жалобах находится еще как-то смазка. Потому что если металл будет пилить по металлу, это будет плохо для любого металла. И для одного, и для медиа, из которого сделан провод. И для самой вставки из алюминия. Поэтому глотографическая вставка, по мере, грубо говоря, износа контактов вставки, да, она постоянно, благодаря вот этим вот пазам, постоянно смазывает проводку. И что уменьшает износы. Рельсы обычно проходят только по асфальту или площадке. Ну, я просто в Европе видел рельсы по газону. И это было незабываемое впечатление. Это на самом деле здорово, да. Я бы хотел его увидеть, честно могу сказать, в Москве. Но они проходят и по газону. И газон лежит на бетонных блоках. Естественно. И вот на этих вот бетонных блоках, полосочку дёрна постелили, посадили газон, и он там растёт. Помимо декоративной функции, он ещё немаловажный такой вкус внесёт, как подавитель шума. Все как газон знаете, допустим. Да, ну, как я сказал, все как газон знаете. В принципе, если резонатор автомобиля. Угрубление глушителя. Если вы глушитель, грубо говоря, заглядите, у него куча пластинка. Задача только одна. Звуковую колонку разбить, рассеять, и она глупит сама по себе. То же самое делает и трава, когда идёт в вагон. То есть, тот шум, который идёт в сторону травы, он оси травинки, грубо говоря, разбивается и рассеивается. Идёт друг друга навстречу, попадает в противофазу. В результате вообще волны гасятся. То есть, шума на травамистом открытии трава издаёт гораздо меньше. Это и в плане акустики хорошо, и в плане, честно говоря, эстетики, конечно же. Почему я говорю, что я вообще хотел увидеть это в Москве, но это действительно очень красиво. Естественно, что у нас условия, конечно, мало подходящие для этого зимой, потому что это будет чёрт знает что. А это мальчишки будут такая судьба. И что чревато на самом деле. Люди у нас так, честно говоря, иногда поражают. У нас, не поверьте, допустим, частый случай. Ну, как частый. Часто я и говорю, поскольку за время моего работы в ДПО их было уже достаточно много, и поэтому, кажется, это часто. Но человек идёт, часто у нас любят ходить вот наушники, больших вот таких вот. Я вот буду при нём и ходил, говорят, у нас таких вот камер. Здесь расписки на штабах. Но, правда, он сел, какой-то развесомленный смарт и не ехал. Это наш. Да, да. Я так сказал с Болуна, я думаю, от леди его идёт. Бросается от глаза. И вот, ребят, наушник. Чёрт капюшон натянут и вообще чёрная. И вот такие вот люди, кстати, я вот до сих пор не понимаю, как можно не заметить трамвай, бьются в его среднюю часть, когда приезжают на них. То есть вот он идёт вперёд, он пьёт, он за работу. Идёт, и трамвай открывает до половины, и на него проехали, и он прям в стыле часть в него бьётся. То есть очень устают. Трамвай, да. От подобных случаев на водителе как устают вот это. А, кстати, вот есть какая-то специфика водителя? Ну, как бывает, например, на Малкере работают люди такие спокойные. Ну, я так, например, да, там в продажах активные, а вот водители трамвая, они какие? Ну, честно говоря, водитель трамвая, я, ну, не знаю, я мог бы быть сам или нет. Я человек, конечно, температурный, скажем так. Дико-неблагодарная профессия. Дико-неблагодарная, очень сложная. То есть, я бы так сказал бы, что вот, скорее всего, полный вот флегматик именно. Потому что пассажиры сейчас пошли именно, скажем так, очень, как это назвали, очень любят жаловаться. То есть у нас люди почувствовали, что раньше, как я всегда говорил, вот, в Советском Союзе, да, жаловаться, не жаловаться от него. То есть он в магазине просто нахамил, нахамил им в ответ, плюнули в другую и ушли. А сейчас люди почувствовали эту ситуацию, вам нужно пожаловаться. И ведь реально, ведь мы должны предоставить потом человеку ответ. А чему мы сделали с родителями? А как мы разобрались в этой ситуации? Какие выводы вообще? Ваня, кто-то страдал или нет после нашего разбора? Мы это должны им ответить. Люди почувствовали кровь. И сейчас мы поговорим, вот, начинается. Я выходил из вагона, меня словили дверью за ногу, протащили пару установок. Я, собственно, не затвердался, поскольку мне понравилось. Но он пожаловаться как бы должен. Или там, причем иногда приходит, там читаешь и думаешь, блин, это детектив. Такое ощущение, что вот реально водитель, да, вот этот маньер, лица, он вот выехал на линию специально, чтобы найти этого пассажира и попытаться убить его. И еще таким изощренным способом, что считаю, что прям волосы шевелятся. Приглашаю к водителю, приходит как гейминная печка. Сидишь с дурой сборки. И как? Вот так, грубо. И думаю, с чего делать? То есть сейчас идет бум такой, что жалуется абсолютно на все. Не так посмотрел, не так сказал. А я попросил мне массаж, тогда он ответил отказ. Накажите. То есть у меня она больная, я инвалид. Мне нужен массаж. То есть как бы вот жалобы на все, и приходит постоянно, да, разберитесь, разберитесь, разберитесь. И, соответственно, водителям, вот представляете, они же работают так же как-то, да? То есть в 8 часов он рабочий день. И вот в 8 часов он практически должен отыграться, будет предельно вежливым. Не вступая ни в какие ссоры, ни в какие перебалки. То есть вот бывают такие вот противоречия. То есть не позавидующие. А долгая смена? Ну вот в 8 часов. В 8 часов. А обед там есть или нет? Обед есть, конечно. Но обед же не как у нас. А то есть обед просто на 20 минут. Где-то в маршруте зашли, да? Да, 25 минут. А правильно я заметила, что большинство водителей это женщины? Да. Подавляюще буквально. У трамваев и да, именно так. У нас женщин порядка, наверное, 65%. Я честно не могу сказать, с чем это связано и почему так. То есть существует, вроде бы, такое вот, скажем, понятие, что в трамве больше женщины должны надо будет идти. Но, допустим, в автобусах тоже было женщины. Угу. Угу. Их нет в автобусах. Здесь уже привычка уходит в корни, грубо говоря, в автобусных парках. Зачастую водитель непосредственно участвует в ремонте. Угу. В трамвае это ставить водителя участвует в ремонте. Когда, грубо говоря, на вагон приходит, там, какая-нибудь девушка на 10-сантиметровых пылках с вот такими ногтями, если он подходит, говорит, у меня дверь не открывается. Я говорю, что ничего страшного. Открой крышку для одного привода. Возьми небольшую тряпочку. Приправьте коллектору, производитель. Это работает. И видите, по те инструкции, они обязаны уметь это делать и обязаны это делать. Вот когда ты это все сказал, и тебе обратно, мы сейчас с кем разговаривали. Идешь и делаешь сам. Идем. Грубо говоря. Поэтому, наверное, женщины лучше идут в трамваи, потому что если кто в трамвае, они стараются надеть и не заморачиваться. Должны, но не хотят. И зачастую не заморачиваются. Поэтому, наверное, их у нас больше. В трамвае? Ну и беспалезно крутить. Можно, конечно, крутить. А вот эти вот моменты, когда можно поехать направо, а можно налево, там как-то это стрелкой имитируется? А я не взяла по человеку. Ну, у нас такой уже общее вопрос. Я видела, как Ларис Браваев вчера, сам Лобом переключал... Переводил стрелку, да. Да, он забирал поездку направленного? Да. Но на самом деле, стрелки есть автоматизированные и не автоматизированные. То есть, они будут ручным управлением. Соответственно, если стрелки автоматизированные, то разница только в том, что водитель, когда подъезжает, смотрит, куда стрелки направлены. И смотрит, устраивает ли его это или нет. И дальше у него два варианта действий. Если его все устраивает, метод за двадцать до стрелки, есть так называемые салазки. Которые идут параллельно контактному проблему. Вот, когда вагон проходит без контактной вставкой, очень важно, как он идет. С энергопотреблением или без. Если он проходит без энергопотреблением, то есть водитель выбирает ногу с ходовой педали. Никакой ног на двигателе не идет. Стрелка не направляется. Если водитель специально проходит, я ее нажимаю сюда на педаль, чтобы дом пошел в центр и переводится в другую сторону. И водитель стремится. Да, есть, к сожалению, стрелки до сих пор у нас достаточно много не автоматизированные. Так, давайте, смотрим. Не туда. Остановился. На каждой ночи. Вышел, да, взял домик. Давайте. А у меня вот потребительский вопрос. Вот я живу в Северо-Восточном округе, у нас там есть замечательный 17 маршрут, где каждая дверь оборудована турникетом. Да. Вы не знаете, когда это будет повсеместно введено у нас? Ну, я честно вам сказать, да, 17 маршрут. Ну, я не буду делать. Не будете делать? Это полностью тромальный депо, да, 17 маршрут. Это так удобно? Прям вообще. Это безусловно. Это так удобно, но когда отменили турникеты, там, прибыль с того маршрута упал на 30%. Да. Доходность очень резко упала. А жалобы упали? Мне кажется, упали. Повысились просьбы убрать издея турникеты. А очень круто, что, как мы говорили, 17 маршрут, он уже затронул и другие маршруты. То есть все маршруты, которые были в 17 маршрутах, у них галидаторы РОБГ-системы СКП имеют специальные переключатели, которые переводят их в режим той же работы, которая до 17 маршрутки. То есть тот участок 17 маршрута, на котором идет другой маршрут, его также можно проехать, заходя в одну дверь. Без проблем. И в результате и на этих маршрутах, вот та же самая прибыльница, она туда упала. То есть, вроде, у нас все-таки пока не привык. Ты заходишь в вагон, да? Ну, сидит у тебя вот валидатор, ну, подойди-ка и приложи к нам другую карточку. Я платил проезд. Вот, к сожалению, я к этому привыкну. Но, теперь на халяву. Многие, честно говоря, у них таких очень много, они стоят рядом с валидатора. То есть зашел контролер, а, чёрт, приложил. Не зашел контролер, не приложил. И беспокойно. Там вышло не нужно, и зайцы поезд, по-моему, там, значит все это произвол. Поэтому, сейчас маршрут введен в виде эксперимента. И, я честно могу сказать, да, то, что там планируется, не планируется. Но все новые вагоны трансляционные, они не предназначены для прохода через первую дверь. И они однозначно будут с валидаторами на все двери. И они однозначно будут сходить через все двери. И первая это будет именно на шестом маршруте. Вот. И надо посмотреть с коронавируемый декор. То есть от этого Сокола до Брасова. Микровайня, грубо говоря. Вот это запустится. Те 120 вагонов, да? Да. Но поскольку 120 вагонов это не вместимость этого маршрута, туда каждый день выходит порядка сорока. То по мере прихождения вот этих вот приходов, если условно, да, то по мере выступления этих трамваях на другие маршруты, они будут переводиться на эту же систему. А то просто не уйдем. Иначе для чего это все равно бы техника, да, в виде многих трамваях. Для чего это вот удобство? Ну, невозможно это 26-метровый трамвай запланировать через одну дверь, через суперку. Это не только это не умеет вот так вот заниматься. У него будет около каждой двери стоять валиданта. Не будет никакой техники, что он будет так выглядеть. Да. А что будет с трамваями происходить в ближайшие, там, 20-30 лет, по-скому? Мы будем развиваться. Нет, ну как, будет больше, больше путей построено, скажем. Или наоборот они будут изменены, сокращены. Как-то это все трансформируется? Например, реконструируется много путей сейчас. Во-вторых, стремимся оградить их от дороги, чтобы трамвай шел по своей. Ну-ка. Натеринка была для каждого трамвая отдельная. Что еще? Одновременно. Ну, для развития, ну, в мире, да, то же самое скоростной трамвай, да, чтобы соединить новые поселения на территории Москвы, да, со старой. Да, во-вторых, это очень интересно все вот это заопадье, которое сейчас заселяется. Да, но вот здесь, поймите, вот сама идея вот этого трамвая, да, почему же называется скоростной трамвай? Идея-то хорошая, да, идея красивая, но очень много нюансов, которые приходится учитывать. Потому что сам по себе скоростной трамвай, вообще общественный транспорт, если ему отдаются приоритет, на него должен быть завязан весь транспортный узел. То есть, во-первых, трамвай должен идти по выделенному пути, а не с машинами толкаться пробок. Во-вторых, вся дорожная транспортная инфраструктура должна быть под трамвай. То есть, если трамвай проходит перегрестку, допустим, за 100 метров до него светофор, если горит зеленый, не трамвай, а автомобиль переходит на бегающий, и к подъезду трамвай он переходит на зеленый юг. То есть, должен быть приоритет. Только тогда мы поднимем и среднюю скорость движения на наших маршрутах, и тогда, вот, при подобном приоритете, вот, используем трамвай, станет присыпленным. Намного удобнее и лучше, чем на машине ездить. А, правда, сейчас транспортные узлы проектируются, они проектируются как рубиночки? Они проектируются с, скажем так, возможным потом переходом на такую систему. Но, естественно, это не действующая система. Потому что, по более отрядности, в любом случае, не уйдет. А будущее, оно молоко должно быть, достаточно в туман. Оно еще через свойство меняется. Ну да, красиво. Поэтому планировать можно все что угодно, а в итоге имеем то, что имеем. Поэтому, если проектируется, в первую очередь, текущая ситуация, ну, специально, да, переходы. Ну, на самом деле, новая трава, я сейчас могу сказать, вот, сегодня. Все посмотрели, все оценили. Поехали, если сумеем это все запустить, грубо говоря. Реально, мне это альтернатива автомобилю, то есть, по комфорту, по удобству. Я думаю, многие же люди сейчас, да, допустим, не хотят ездить. Потому что старый, шумный, мне некомфортно, мне неудобно. Я говорю, что основные травы, мне говорят, какие ситуации. Просто ложится на них где-то. Светлый, теплый, комфортный, лето, прохладный. А что это про расписание? Ну, вот, вот это вот расписание, да, опять же, оно зависит именно от инфраструктуры. А инфраструктура имеется в виду то, что генет транвай, а кто-то, кто закрывался, трава не может стоять. Или есть ли какие-то другие инфраструктуры? Ну, по большому счету, вот, есть включение вообще возможности пропуске, то есть, прямо с травой путями, да, но, естественно, приоритетели. Но от этого, чтобы люди не проковались, пути нужно отделить от затылательного транспорта. То есть, в любом случае, выделенное отдельно место под трамвай, грубо говоря, это вот решение, да, на этой проблеме. То есть, условно говоря, разъяснить, что по принципам этого направления мы использовали эти направления, да, с автомобилем, да? Ну, они могут это использоваться, да, только порядочек. Ну, подъявляя это не по всякой. Вот, грубо говоря, что вы будете сам использовать за тот трамвай? Чтобы автомобиль на него не езд, не в нарушении, там, никак, для этого сейчас массового, ну, и на комедии, да, дехваты. Скажу так, для противодействия вот этого, в нарушении правительства трамвайных путях, по руку специально канавки. Особо, скажем так, смелые и меняющие себя очень хорошим водителем пытаются трамвайным путям проехать над ними. И довольно часто у нас трамвай работает бульсируем, естественно, этого. Вытаскивают, грубо говоря, поднижают трамвай, висит машина на брюхе, на трамвайных путях, и он в руку отводит, как доставает трос. Он трос привязан к трамвае, и тот его оттуда выдернивает. Потому что ночью из него стоят, как говорят, да, гайки вызывают. Ну, зачем? И сейчас надо будет делать. Частенько люди не рассчитывали силы. Свои действия. Бывает, что человек каждый день ездил, 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 всегда проходило. А потом что-то раздрется, да и приехал. И все, грустное лицо. По спингу взгляд, мальба в глазах. Такому не откажешь, я просто как-то уже видел, приезжал с манерливой трамвай, видел. Уфотографировал, конечно, на всякий случай. Но бывает. Тем более, как показывает практика, либо рвым в полтора метра, либо один же самый джим, чтобы не спасать. То есть эти прыщи в манерливая, снимают из канавы, вырезают из-за метража и идут дальше. А вы носите токмикет на остановку, не панируете? Чего? То есть вы нести токмикет на остановку, что приходит на остановку. Приложим вверх, а потом сесть, не наведируясь, не снимай. Конечно, это тоже идея неплохая, да, только это получается, во-первых, что надо здесь осмотреть, что осложнение. То есть построение таких специальных остановок с прогнозируемый поток. Вернее, с прогнозируемый-то можно. Только построить помещение таких размеров, его манатонок участников, когда они устроятся возможно. Поэтому, я думаю, восеместный переход такой, ну, мало на менять. То есть, тем более, раз делать такие остановки, надо делать сразу уже переводными для нормального существования. Опять же, для кредиционирования, с отоплением. Клипарат, houses, кислин, подострetzung для схемы, равенными стремлениями в виде бережной общей общейbey stuff. И и, конечно, это не самое интересное. Все-таки очень больших средств это потребует, и я думаю, что это всегда правда надо. Все-таки вот хотелось бы, чтобы люди у нас все-таки осознали. А когда вы красите марок? Ну, я честно могу сказать, да, есть какая-то утвержденная схема сначально. Как он красится? Теоретически можно поменять его расцвет, но, как правило, есть какая-то, как с заводом приходит, стараясь поддерживать именно вот этот запусковый цвет. Как конкретно раскрасить? Бывает правда, что с заводом приходит настолько замысловатый, что люди, посмотрев на это, здесь чуть-чуть простили, и здесь не прорисуем. И вот этот недокрасим. Вот здесь вообще ничем незаметно сделано еще, да, и в добрый путь, да, ну, образ выражается. Вот, но такой достаточно редко. А так постараемся именно заводскую раскраску просто сохранить, потому что все-таки, когда город приобретает какой-то завод, он согласует все и раскраску. Раз такую раскраску согласовали, ну, будьте добры, надо ее поддерживать. Поэтому... Понятно. И еще один вопрос. А наслышали про ООС, где в метро собираются какие-то трамваи? То есть там строили метро, строили, строили, не достроили. Пускай трамващи лично под землей. А у нас, чтобы там где-то планировались, на каких-то загроженных улицах может быть? Вести трамвай под землю. Ну, честно говоря, да, здесь, наверное, такой вот для меня принципиальный вопрос. Чем трамвай под землей отличается от метро? Очень просто. То есть, как бы, уговляет. Ты спускаешься вниз, и вот, знаете, как выглядит метро. А тут выезжаете вот трамвай, по-моему. А чего пугает-то? Ну, трамвай уже похоже на метро. Я думаю, этот трамвай, на самом деле, все-таки передвигается с чуть меньше скоростью и чуть больше тревещей, мне кажется. Ну, я бы так бы сказал. Волгоградском опыте и так далее. Но там все равно, по-моему, там две остановки. Так что вы ныривали, вы не становитесь уже совсем честно. Ну, я знаю, что туда поставили. Вот поставили линии, собирался туда, по-моему, из каташки завод, поставлять свои вагоны. Но у них эксплуатационные скорости нормальные, да, до 75 км. Поэтому я не думаю, что они уступят скорости метро. Я думаю, они даже могут присоедить, честно говоря. А вот пути позволяют? То есть позволяют ледять трамвай в 75 км? Да, условно. Ну, не так, они в 75 км. В 75 км они у нас не двигаются, потому что у нас в Москве вообще скорость ограничена 60 км. Если водитель его превысит, его за это наказывают. В 60 км это не едает, да? В 60 км может ехать, да. Не везде пути это позволяют, но там и позволяют, может ехать, да, без проблем. Ну, вести их немного. Ну, если мы берем, да, по аналогии тоже самое Петро. Там такие места создать, ну, не сравнительно, ярче. Правильно, в Калагусе. По скорости трава горит, они не уступят. И я говорю, трава этой землей, для меня это тоже самое Петро. Разница будет только в этой форме. И, грубо говоря, только приемник должен стоять на крыше. Или как Петро, это трава это снизу, да? Да. Да. Ну, тут просто трава, ну, где-то часть реки по земле. Где-то, когда проблемная зона спустится вниз, следует. Это гражданная метро, да, но по возрасте политика. Я думаю, там большая часть, собственно, но прорез как раз в туннеле, это стоит сильно дороже, чем славит древес. Тут как-то тут нюанс, да, как показывает Москва, то же самое метро, если ездить и без земли. Как обычный электропоезд, да. А чем метро не в туннеле, а отличается от обычной электрички, да, давайте так, смотри. Чем трава отличается от электрички, чем метро отличается от электрички, от обычной электропоезда. В принципе, это себе одного пуля ягода разного размера. Может быть, там одна вишня, другая черешка, но по сути дела, по сути дела, ну и тоже. Ну вот, разница, ну, нюанс. Поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы пустить трамвай под землей, а метро вести, допустим, на поверхности. Ну, почетный, да, какой-нибудь еще? Ну, можно, да, почетный травмай. Еще вагоны разделить на мужские и женские. А? Вагоны разделить на мужские и женские. Ну, да, с вами еще. Я, кстати, вот, на самом деле, смех смеху, оно же, в обычной стране, что спрос диктует предложение. Поверь мне, будет спрос, будет предложение. Боскротранспорт, да, как бы, как бы, участник рынка, те же самые транспортные услуги, в том числе, очень чутко отслеживает вот эти вот нужды. Вот сейчас вот, да, и деньги. И там же самое объявление карты тройка, да, вот, и единого производного билета, как бы, как бы, как бы, как бы, и на общественное, как бы, как бы, как бы, на земле транспорта. Все, да, это вот у нас как результат отслеживание вот того, чему мне надо. Ну, скажите, намного удобнее стало. Ну, не начинал, на одном, по-моему, и пять лет назад, на десять. Ну, а по простой идее. Другой, как раз, вы это чувствовали, как бы, лучше стало. Да. Я понимаю, что соединить вот эту общую красоту, да, метро, наземного транспорта и так далее, лучше стало. День больше стало. Да. И перевозка, то есть количество перевезенных людей. Да, да. И, конечно, мне это стало удобнее, это правда, абсолютно. Да. План будет, план будет, план будет, стология какая-то. Ну, это, не менее, планов еще. Да, направление. В это направление примать ее. И, я думаю, многие из них будут реализовываться, и из них будут удобнее, удобнее. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь, и поэтому я могу продолжить все усилия для того, чтобы мы будем реализовать. А по сборам есть какие-то, соответственно, вы понимаете, что есть разные маршруты, есть разные обустройства технические, там, здесь все ходят, все тысячи человек ходят через перекрытия, как-то, все 20 дверей через это самое. А какие, где больше платят? Где больше собирается денег? Ну, есть же разные маршруты. Ну, на рынке, конечно, я буду говорить, так, что любят проблем с salahницей и только на акту на уровне Oklahoma, ну, до уровня вfu жилой вверху. Недавно всякой там была тоже была очень другая. Ну, это шитовый арх three-way. Как правило в комментариях дали девушку на воскресенье, Это их, естественно, отталкивает от общественного транспорта, потому что в центре выделенных путей практически нет. Вот, грубо говоря, в Турнинг-Депо у нас порядка, наверное, процентов 70 путей в Турнинг-Депо. Это выделенные линии. В Турнинг-Депо, к сожалению, все не настолько рабочее. То есть в районе центров, в районе народа много, везде кипит жизнь, везде большой пассажиропоток, но доходы не увеличился. Много оказывается. 7 метров в центре гораздо лучше. И кольцевые линии, и переведение вот этих кухни. То есть можно метро спуститься, проехать, можно на машине подвалкаться, можно на трамвай подвалкаться, можно проехаться, можно на автобус. Вот такие вот спальные районы, зачастую трамвайные пути проложены там, потому что они практически не имеют альтернативы. Либо не имеют альтернативы, либо имеют очень серьезные, скажем так, не географические, да, а все-таки преимущества своего положения. А в дальнейшем эти дороги? Они педыльны, да. То есть, как вы говорили, если брать раннюю Стардино, то у нас есть еще проблемы с волкованкой, допустим, пробочные места. То есть если на машине ехать, придется все порно собрать трамвай, иметь свой отдельный мост через блокадон, ну через них спокойно переезжать, чтобы очень резко сокращать время. Допустим, проехать там же Стардино в сторону, там вот Ленинград, Кемпо-Гойковский и дальше, соответственно, в сторону Дмитровска, шоссе. То есть на трамвай очень удобно сесть, это достаточно быстро доехать. Но вот это уже преимущество, вот как раз я говорил, подлинных путей, особенно уплавная, и, соответственно, грамот управляющего машины. Поэтому, наверное, все-таки на окраинах вот эти вот районы не выглядели. Часть травы. Но в центре, правда, есть другое преимущество, есть пропаление, как вокзалы. Вот те машины, которые идут через, допустим, вот такие крупные вещи, как вокзалы, они ощутимо с пребывающим граждан получают доход. Ощутимо, честно сказать, что здесь всех много. Всех много? Да, именно. То есть, в данном случае пассажиров хватает на всех. Если мы берем вокзал. Если мы берем маршруты, которые вот через крупные киевые персадочные пункты по вокзалу проходят, ну, фактически, не окопается. Скажем так. Вот. У нас, в нашей группе, из этих маршрутов, неокупаемыми являются два. У вас покупаются по фармингу. И только два, потому что курсируют просто в район стрельгенов. Стрельгенов не такой же большой район, если на него посмотреть, да, и, соответственно, курсируют практически просто по нему. А куда там люди днем ездят по району? Да никуда. Фактически. Но, тем не менее, перекрестить их надо. Все равно небольшой поток вот этих людей, но постоянный, он есть. Ну, вот, естественно, бросить для каждой недели своей судьбы их друзья. Мы не находим общественный транспорт. Поэтому в будущем обеспечим транспорт и средства, когда они могут взять, сесть и поехать. А для того, как бизнес, он сам себя кормит или так с удовольствием? Ну, кормить, скажем так… Не обеспечивает он зарплату, все текущее… Кормить сам и себя – это то, чему мы стремимся. На самом деле, да, и, как показывает практика, стремимся не безуспешно. То есть, то, что я восстановил в самом начале, да, запустил на ту же самую тринадцатую зарплату, она опирается в том числе и на годы. Нюансы, да, предприятия вообще по итогам года. От нуля в какую сторону оказалась? Положительную или в отрицательную. Вот последние несколько лет этот баланс, он положительный. То есть, грубо говоря, может быть раз в данной ситуации. Оказывается, окупаем. Но если брать вот такие вот капитальные вложения, как те же самые новые травмы, да, но без дотации от города, нам просто не обойтись. Потому что это огромные деньги, огромные средства, которые на данный момент мы вот сами по себе просто облачивать, мы не имеем возможности. Перерывки между ними. Порядка час. Вот час сорок, когда у нас на ливне нет ни одного права. Все остальное время у нас люди доездят. Поэтому ездите рано, ездите поздно, ездите днем. А вместо того, чтобы у вас посидеть в кафе, умеете, прокатитесь на чистом транспорте. Пусть все порадуются. Я очень скажу вам спасибо. 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 Я надеюсь действительно восторгел. Нет, молодец. Потому что вопросы на самом деле задаются достаточно серьезные, да, и в легкой манере попадать достаточно тяжело. Да, да, очень интересно. Он не был вот такого. Серьезные проблемы затрагиваете, действительно, которые решаются уже не год и не два, и не три, да, и буквально сказать, что да, есть проблемы. Да, решаем. Ну, что такое для человека решаем. Сидите и ничего не делаете. Иногда подумываете о нем. Да, и, ну, описать всю эту работу, которую там два года уже делалось. Еще столько же будет делать. Ну, и вот нет возможности, да, рассказать, писать. Поверьте мне, очень много, что пытается сделать, очень много, что делается, но результаты, они вот постепенно-постепенно будут. Жить станет лучше, жить станет на СИЗИ. Иногда ведь в данном случае это парадес. Чтобы не получилось, как всегда, да, очередной раз порадовали болельщиков, болестований. СИЗИ, как всегда, не порадовали болельщиков. Вот так же надо. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Глазошку нам. Все. Иссяк. Иссяк. Поверьте. Ну, спасибо вам всем. И что просмешали. До свидания.